Чтобы здесь была кровать, как бы уютно, все, здесь телевизор, когда какой-нибудь личный кабинет. Этого дня Иван Игонин ждал всю жизнь. Теперь у него есть собственная квартира. В 2001 году мальчика забрали из неблагополучной семьи. Маму лишили родительских прав. Пройдя тернистый путь, юноша нашел себя в профессии актера. Сейчас он работает в театре камерная сцена. Наличие собственной жилплощади – хороший старт для взрослой жизни, говорит Иван. В очереди за квартиру он простоял три года. Рассказывает, не ожидал, что условия настолько удовлетворят его представлениям. Когда я пришел сюда, я не ожидал, что такой ремонт будет, здесь все что ухожено, ламинат. Я думал, там линолеум будет. Не так все хорошо. А потом я удивился, что и ремонт очень приятный. Особо делать мне ничего не надо. По квадратуре 42 квадратных метра. Счастливыми обладателями квартиры на Краснодонской стали 15 ребят. Многие из них уже сами родители. Поэтому своя крыша над головой просто необходима. Несомненно, это большой праздник для вас, но и для нас тоже. Поверьте, что стоит очень большого труда для того, чтобы решать эти проблемы, реализовывать те законы, которые есть. Потому что система очень сложная, непростая. Но в то же время мы очень серьезно заинтересованы в том, чтобы вы были обеспечены жильем. На церемонии вручения ключей присутствовала и глава города Елена Лапушкина. Ребята дорогие, безусловно, иметь собственный кровь, собственный дом, крышу над головой – это очень и очень важно. Я вас с этим событием от души поздравляю. Я хочу, чтобы в этом доме, в этой квартире всегда с вами были ваши родные и близкие. Чтобы вы собирались за большим столом, чтобы вы могли мечтать, планировать и быть счастливыми. Всего до конца года собственное жилье в Самаре появится у 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселы, получившие заветные ключи, уже могут заезжать с квартиры. Помещение полностью готово. Там сделан косметический ремонт, установлена сантехника и электрические плиты. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.